Несколько лет назад, в 2017 году, Организация Объединенных Наций провела на востоке Украины серию исследований, которые позволили сделать ряд, казалось бы, очевидных, но при этом интересных выводов. Например, то, что самые крепкие дружеские отношения с соседями у пожилых людей 60 лет и старше, и той части населения, которая больше остальных испытывает финансовые трудности. Пенсионеры из сельской местности у линии фронта на Донбассе – яркий тому пример. Или вот, чем больше люди чувствуют себя защищенными в плане удовлетворения своих основных потребностей, тем выше вероятность, что они будут терпимы, то есть толерантны к другим. Исследователи предполагают, что причиной такой связи могут быть ресурсы – еда, работа, лекарства и т.д. Если человеку не приходится конкурировать за эти ресурсы, он гораздо более терпим к другим людям и наоборот. Все эти, на первый взгляд, очевидные наблюдения получают при помощи индекса социальной сплоченности. У каждого показателя есть свой балл, который укажет на все болевые точки громады. Индекс социальной сплоченности особенно актуален сейчас для Восточной Украины. Для Донецкой и Луганской областей он важен потому, что области разделены линией фронта, часть территорий оккупирована. Для других восточных областей этот вопрос актуален, потому что угроза со стороны России по-прежнему велика. А еще в Днепре, Харькове и Запорожье сегодня проживает большое количество переселенцев из Донбасса. Что такое социальная сплоченность в реальной жизни, я спросила у экспертов. С нами соосновательница национальной платформы «За диалог и безопасную реинтеграцию» Юлия Тищенко. Юлия, первый вопрос. Как мы можем простыми словами объяснить людям, что такое социальная сплоченность? Это всегда политика, действия со стороны местной власти, со стороны самого общества, для того, чтобы вот эти вот разные составляющие неравенства, которые у нас может быть есть, там кто-то более зажиточный, у кого-то были более лучшие такие исходящие условия. То есть это политика, которая направлена на то, чтобы вот эти вот разности, диспропорции, как это называется, убрать. То есть это может достигаться совершенно разными действиями. Могут с одной стороны там строятся дороги, развиваться малый бизнес, могут и большой бизнес. То есть в каждой конкретной громаде, в каждой конкретной области надо смотреть, что может увеличить этот потенциал. Это то, что нам позволяет как бы друг с другом сотрудничать, чтобы решить наши местные проблемы и вопросы. И вот мы даже не подозреваем этого, но наше сотрудничество, оно тоже повышает наше качество жизни. Там ОСББ, например, да, тоже жители договорили, что-то сделали вместе. Это позитивно как бы отобразилось на всем доме. Там с улицы, там какие-то совместные деятельности, там с органами власти. Но условиями для этого, для вот этой сплоченности, для того, чтобы вы и я захотели сотрудничать, да, и что-то делать вместе. То есть действительно тут важны такие штуки, как наше доверие, которое тоже строится, да, как наше знание, а как это, собственно, взаимодействовать, и что можно делать, и какие есть там, ну, такие легальные вещи, законодательные, нормативные, связанные с взаимодействием с властью, что делают другие, да, может у них это лучше получается, и мы так сможем сделать, да. То есть обмен разными, как бы, кейсами и практиками, и идеями, в конце концов. Вот наша активность также, активность как членов громады, как жителей области, как жителей страны. Активность, связанная там с развитием каких-то инициатив, да, с нашим включением в те процессы, которые позволяют нашим громадам развиваться. Как вы считаете, какие из названных вами сфер наиболее уязвимы, если мы говорим конкретно о Донецкой и Луганской областях? Это, конечно же, социального плана, да, вот это ограниченные возможности получения социальных услуг, да, нет в этом плане удовлетворенности. Есть, кстати, ощущение вот такой региональной сплоченности, оно присутствует у наших, ну, у наших сограждан, да, всех, кто живет в Донецкой и Луганской области. Но есть большой социальный пессимизм, то есть люди не всегда понимают, что дальше. Есть экономические проблемы, связанные, ну, с таким тупиком, да, вот, относительно развития, создания рабочих мест, ну, вот, вот все эти штуки и направления политики, которые связаны с этим. Безусловно, в результате войны, конфликта, разрыв уже, ну, уже много лет прошло, к сожалению, но, тем не менее, привычных таких логистических связей, транспортных связей, и, ну, на их место что-то приходит новое, но, возможно, не так быстро, как это, как это бы ожидалось и хотелось. Пропаганда со стороны Российской Федерации, да, то есть это какие-то фейки, это дезинформация, да, это вот такое искажение информации. Чтобы показать, для чего важна социальная сплоченность, я взяла простую игру. Наверное, все знакомы с принципом дженги или джанги, ее по-разному называют. Вытаскиваешь брусок за бруском, и в конце пирамида рухнет. Представим, что это идеальное здоровое общество, полноценная громада. И попробуем убрать для начала, например, доверие людей к власти. Уберем доверие людей друг к другу, к своим, например, соседям, просто людям, прохожим на улице. Уберем независимые СМИ, к примеру. Давайте попробуем убрать еще, например, наше ощущение безопасности. Убираем финансовую стабильность. Убираем свободу передвижения. Я еще не успела даже до середины этого списка дойти, а пирамида уже начинает рушиться. В основе этой пирамиды лежит экономика. И мой следующий собеседник как раз и расскажет, как сделать так, чтобы громады Донбасса развивались в первую очередь экономически. С нами коллега Юлия Тищенко по платформе «За диалог и безопасную реинтеграцию» Владимир Умпаций, который занимается вопросами национального единства и социальной сплоченности. Владимир, насколько мне известно, сейчас принята новая стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. Что бы вы выделили в этой стратегии уникального, интересного и важного для жителей этих двух регионов? Мы можем, так сказать, праздновать маленькую победу, потому что разработка стратегии осуществлялась с привлечением аналитических центров, представителей гражданского общества. И, в общем-то, мы предложили внести позиции, которые имеют непосредственное отношение к социальной сплоченности. В частности, впервые эта стратегия возлагает обязательства на областную государственную администрацию Донецкой и Луганской области подготовить специальный план действий, ежегодный план действий по развитию социальной сплоченности. Второй момент важный – это то, что оценка реализации этих планов действий будет осуществляться с использованием индекса социальной сплоченности, который выполняет центр СИД. И, таким образом, у нас уже есть линейка, с помощью которой мы можем оценивать, насколько эффективен уровень социальной сплоченности и какие конкретно факторы тянут на низ Донецкой и Луганской области. Можно ли сегодня утверждать, что в Донецкой и Луганской областях достаточно низкий уровень социальной сплоченности или все же не все так плохо, скажем так? У нас есть социальная сплоченность и даже очень большая социальная сплоченность, но это так называемая негативная социальная сплоченность. То есть она направлена на решение вопросов выживания. То есть вот такой узкий круг знакомых, родственников, кум, сват, брат. Здесь у нас хорошая сплоченность, но это не сплоченность, которая направлена на объединение усилий, скажем, громады, на то, чтобы увеличить количество то, что называется общественных благ, то есть благ, которыми может пользоваться все граждане или громады, или регионы. Хотелось бы все-таки с вами еще поговорить детальней о вопросах войны и мира и коснуться российской агрессии и того, как она повлияла на социальную сплоченность. Вот именно мне интересно ваше мнение. Вы считаете, что российская агрессия привела к разобщенности в украинском обществе и конкретно в громадах Донбасса? Или наоборот, социальная разобщенность стала подспорьем для российской агрессии? Я имею в виду, что, возможно, России было легче заварить всю эту кашу условно, именно из-за того, что уровень социальной сплоченности на Донбассе был низким. Есть общая закономерность по международной статистике, что те страны, которые демонстрируют, как бы, занимают высшие позиции по рейтингу экономического развития, как ни странно, у них и высший уровень социальной сплоченности и уровень доверия между людьми. Ну, безусловно, Украина не находилась на лидерских позициях. Если говорить о Донецкой и Луганской области, то, да, вопрос социальной сплоченности, конечно же, сыграл. Он был использован. Он был использован. Что было использовано? Прежде всего, вот, была очень сильная оригинальная идентичность, но которая, скажем так, не всегда была комплементарна к общенациональной идентичности в Украине. Конечно же, вот в это слабое место был нанесен удар, то есть апелляция, прежде всего, ну, как бы, сегодня Ордло, так сказать, начинает себя позиционировать, что они отдельный народ и отдельное государство. Ну, понятно, что никаких объективных оснований для этого нет. Реально, Донецкая и Луганская области оказались искусственно разорваны, разделены, именно искусственно и насильственно. У Донецкой и Луганской областей уже есть стратегия экономического развития на целых 8 лет вперед. Правительство подготовило масштабный документ, в котором прописаны различные проекты по развитию громад, бизнеса, по привлечению инвестиций и так далее. К разработке стратегии в свое время подключались и эксперты национальной платформы «Диалог за мир» и безопасную реинтеграцию при поддержке агентства США по международному развитию. Как будет реализовываться эта стратегия, расскажет первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский. Это действительно документ, который был работал вместе с теми, кого он относится, безусловно в местах Донецкой и Луганской области, под контролем Украинской области территории. Это, соответственно, в том числе, проблематику, которую он отзначает бизнес, можно найти ответ на вопросы, которые сейчас турбуют бизнес. Поэтому это, наверное, сильная сторона этого документа. Это первая вещь. Другая вещь, если говорить про ряд инициатив або кроков, которыми будут решиваться проблемы, то, враховываясь, что практически все предприниматели, с которыми мы общались, и потенциальные предприниматели, и иноземные потенциальные инвесторы, всегда вопрос о войско-действии, Збройной агрессии Российской Федерации поднималось на первое место. Что будет в разе, если? Відповідь на ці речі можно увидеть в розділі, который касается страхования от военно-політичных рисков. То есть, предпринимец не должен переживать за то, что, если, не дай Бог, что будет, так? Есть, соответственно, будет укладен страховый договор, который визначает, что, например, все, весь бизнес, например, часть, которая осознает певных повреждений, я имею в виду виробничные примещения, примещения, которые используются в виробничном ланцузе, или на данный послуг, или майно, если оно будет повреждено, в наследок посиления агрессии Российской Федерации, оно будет вишкодовано за рахунок коштей, соответственно, страховая компания. Причем, эта страховка будет добровольна, и она не будет платная с стороны предпринимателя. То есть, это пропозиция державы у класса такого рода договора. Финансировать все-таки видатки будут, мы пропонуем за рахунок консорциумного фонда. Консорциумный фонд – это, в том числе, Украина, как держава вносит свой внесок, но левого частка, мы возвращаемся и уже вернулись, и говорим про это с нашими партнерами из розвитки, с другими странами, а также с международными финансовыми организациями, для того, чтобы наполнивать этот фонд, и из этого фонда, власне, сделать выплаты. Мы пропонуем, чтобы этим фондом управляла международная компания, что это не будет государственная установка, это не будет государственная компания, мы не собираемся ничего придумывать себе нового, а просто запросить тех, кто уже мает опыт, введенный такой деятельностью. И, соответственно, будет международная страховая компания, возможно, выбрана на конкурентных засадах, которая, власне, також, маячи этот опыт, будет проводить эту деятельность. Найбільши, краще и сприятливейшие умовы будут для тех предпринимателей, которые расширятся, або для тех инвестпроектов, которые будут реализованы, в рамках работы 15 тераграмматики, которые находятся на лінії размежевания. Это будет, мова, идти и про изменение порога, на котором поширюется пильговый режим, так называемый по закону про инвестняни. Это будет стосоваться также и запроведжения прискоренного метода амортизації, то, соответственно, это возможность уменьшить, а вообще не сплачивать податок на прибуток предпринимателей, оскільки, где мова про реинвестиции, соответственно, предприниматели будут зациклены в расширении своих виробничных или других потужностей. Если мы говорим про инвестиционные проекты в Донецке и Луганском области, какие бы вы могли назвать успешнейшие кейсы? Видите, когда мы говорим про инвестиционные проекты, то нам нужно эти проекты поделиться на две складовые. Одна часть – это те, которые государство должен реализовывать. Инфраструктурные – это в основном, где проекты, для того, чтобы створить умови, сприятливые, власне, для бизнеса. И ряд из них уже реализуются на выполнение, в том числе, стратегии. Ну, например, вы знаете, в межах Луганской области реализуется проект ТРВ, так называемый. Это спільно с нашими партнерами Святого банка. Він стосується аграрного бизнеса. 35 млн долларов инвестуется, власне, в розвиток аграрного сектора экономики Луганской области. 65 млн долларов плюс 100 млн долларов, то есть 165 млн долларов, инвестуется в дорожнее господарство. То есть в дороги, по которым мы будем користовать, в том числе, аграрии, для того, чтобы транспортировать или постачать свою продукцию до кинцевого споживача или переробника. Это первый блок вопрос. Другой блок вопрос, который также касается Луганской области. И мы уже с нашими партнерами Соединенных Штатов про это договорились. Есть уже укладенный договор після завершения тендерных процедур на разработку технико-экономического оборудования щодо споруджения новой железнодорожной гилки. Киндрашевская новая ландратовка. Так же есть. Буквально недавно закінчивается этот тендер. Розумела компания, которая будет это делать. Ну, эту проектную документацию. Больше того, скажу вам, что Европейский банк реконструкции и разведки готовый дальше поддерживать финансирование этого проекта. То есть, не просто документы сделали себе и поклали на поличку, а уже безпосередньо на будівельные и производительные работы будут скерованы деньги. За различными подрахунками, этот проект может достигнуть до 100 млн евро. Может 70, может 80, может 100. В зависимости от того, какие рассмотрения будут на этапе технико-экономического оборудования, ну и потом на этапе подготовки проектно-кошторисной документации. Еще один великий инфраструктурный проект, про который мы часто загадываем, про который мы говорим, это формирование инфраструктуры водопостачания в межах Донецкой области. Вы знаете про воду Марьиуполя, проект, который мы реализуем разом с нашими коллегами из Республики Франция. Это 64 млн евро. З наступного года, мы уже подписали в этом году все угоди, будет инвестировано 71 млн евро в Паснянский водоканал и в его мережи. То есть проект по Луганской области. Відповідно, мы можем говорить, что качество воды, что на Луганщине, что на Донечке, она суттєво покращается на ближчими годами в межах реализации этих проектов. Больше того, сейчас мы ведем перемоги, чтобы на территории всей Донецкой области реализовать проект по модернизации водопостачания не только для Марьиуполя, но и для всей области, сколько мережек уже уничтожено, есть значительные втраты. Больше того, в связи с изменением климата, меняется и обсяг воды, который, соответственно, можно сделать забор води. Возможно, нужно искать альтернативные джерела для водопостачания. Ну и, конечно, это проект, связанный с изрошением, который используется в сельском господарстве. Мы договорились, что мы в этом году проведем повную инвентаризацию в межах Луганской и Донецкой областей. Все же таки, сколько нам нужно этих мереж побудовать, або отремонтировать, або других инженерных споруд так же отремонтировать или побудовать, для того, чтобы аграрии могли иметь соответствующую воду для полива технических целей. Сотрудничество местной власти и общественных организаций, активистов, чиновников в последнее время стало модной тенденцией в украинских городах, несмотря на то, что это самая обычная практика в демократичных странах. В городах Донецкой и Луганской областей подобная практика только развивается. Я имею в виду взаимодействие не карманных общественников от местной власти, а независимых активистов и членов громады, которые искренне заинтересованы в развитии своих городов, сел и поселков. Как это происходит в Дружковке Донецкой области, расскажет Сергей Пронкин. Он глава организации «Новая Дружковка». И вместе с этой организацией они уже несколько лет работают над молодежными проектами для города. Сергей, сначала можете немножко рассказать о себе и о вашей организации. Я так понимаю, что вы переселенец, правильно? Вы не из Дружковки. Вот эту историю и о том, как вы переехали, и чем сейчас занимаетесь? Скорее правильно сказать, не переселенец, а возвращенец, потому что родился я в Дружковке, закончил школу в Дружковке. И в 2005 году поехал в Донецк получать высшее образование. Закончил в Донецке национально, проработал несколько лет в Донецке. Работал в том числе и на Евро-2012. Потом меня судьба закинула уже работать в сферу туризма. Я работал в отеле в Крыму, потом поехал два сезона, отработал в Греции. Ну и уже когда возвращался из Греции, уже вернулся домой непосредственно, потому что возвращаться в Донецк возможности не было. И с тех пор временно решил остаться в Дружковке. Но вот это временно, уже 21 год, уже больше пяти лет временно до сих пор постоянно существует. Можете рассказать о своей организации, чем вы занимаетесь? Может быть, есть какие-то новые или успешные проекты старые? Организация была основана в 2016 году. То есть в апреле этого года мы уже маленькие юбилеи отпраздновали. На самом деле создатели ее – это люди, которые в том числе также вернулись в Дружковку, не только из Донецка, из других городов. И мы решили, что как раз в момент в 2016 году, когда можно что-то менять, какая-то возможность появилась для того, чтобы что-то улучшать. И мы поняли, что те знания, которые мы получали где-то с запад делами города, можно попробовать реализовать сейчас в родном городе. То есть на все эти активности нужно привлекать, назовем это инвестиции, деньги, за счет которых вот это вот все делать, правильно? Первый вопрос – это за счет чего идет у вас финансирование? И второй – насколько сложно и привлекать эти деньги в громады, с одной стороны, и с другой стороны привлекать людей и постоянно быть двигателем каких-то инициатив и подталкивать местных жителей к какому-то тоже активному участию, соучастию, причастности к вот этой деятельности? 95% денег, за которым мы реализовываем проекты, это деньги международной технической помощи, это деньги программы «Он» взведнула на это разбудовую мыру, это агентство США по международному развитию и большое количество разнообразных доноров. Ну, это вот такой набор помощи именно финансовой был на самом старте. Чем старше мы становились, чем более, назовем это, прокачивнее, тем мы больше понимали, что за счет только таких денег всю жизнь работать или в ближайшие несколько лет будет очень сложно. Поэтому последние наши проекты, они вовлекают деньги не только международные. Мы работаем и с локальным бизнесом, мы проводили разнообразные фандрейзинговые компании по сбору денег на конкретные цели. Мы работаем уже на некоторых проектах, которые такие большие, которые всеобъемлющие для громады на условиях софинансирования с местным бюджетом, потому что понимаем, что таким образом получается реализовать больше сопричастности, к конечному результату больше, и это приносит больше эффекта, потому что ощущение того, что всегда за тебя кто-то будет платить, оно такое ущербное, назову, да, оно взращивает в тебе какой-то патернализм о том, что что бы ты ни делал, кто-то придет, волшебная палочка поможет, то есть все осуществить. Вот в сегодняшних проектах мы все-таки стараемся каким-то образом, чтобы и фандрейзинг был, и если есть возможность привлекать деньги местного бюджета. Это всегда помогает, всегда в долгосрочной перспективе уровень ответственности, он возрастает всех заинтересованных сторон и всех участников, которые реализуют непосредственно этот проект. Что касается активности жителей, все, наверное, прекрасно понимают, что в 2014-2016 годах был всплеск активности, волонтерства, не только в Украине, но и в Дружковке, потом этот уровень активности начал падать, не падать ниже того, что было, но просто он начал не спадать, потому что какие-то критические моменты все-таки были нейтрализованы, даты и базовый уровень какой-то был закрыт при помощи волонтеров, при помощи общественных организаций. Дальше необходимо было уже работать, соответственно, в профессиональном таком русле для того, чтобы уже в конкретных сферах помогать государству, помогать громаде развиваться. Сегодня лучший пример для того, чтобы вовлекать людей в активность, это показывать эффективность от тех проектов, которые реализовывают там общественные организации. Ну, наверное, не секрет, во всем мире такая проблема – это с кадрами, проблема с компетентными людьми, которые умеют что-то делать, умеют нести ответственность за это. В общественной деятельности, как и в любой сфере, эта проблема имеется. Это что касается непосредственно тех, кто реализовывает проекты. Что касается людей, которые вовлекаются, иногда кажется, что вот это вот поле активности, оно перенасыщено большим количеством мероприятий, тренингов, каких-то воркшопов, и людей все сложнее приглашать на мероприятия, потому что вот что-то новое, экстраординарное такое, креативное, выдумать с каждым днем сложнее и сложнее. Но мы прекрасно понимаем, что есть целевая аудитория, есть люди, с которыми либо работают меньше всего, либо на которых меньше всего получается обращать внимание в силу тех или иных обстоятельств. Сегодня я вижу, что молодежь Дружковской громады – это вот та целевая аудитория, непосредственно с которой необходимо работать. Пока украинские города свободной части Донбасса тестируют бюджеты участия, реализуют местные проекты, добиваются от области и Киева инвестиций и финансовой помощи для строительства дорог, мостов, школ и больниц, в Донецке и Луганске группировки ЛДНР монополизировали право на любую общественную инициативу, воспевая русский мир. Изменится ли ситуация после реинтеграции этой части Донбасса? Олег, с вашими коллегами мы уже очень много поговорили о социальной сплоченности, но касались исключительно подконтрольной территории в основном. С вами хотелось бы поговорить о неподконтрольной территории и о том, как можно будет восстанавливать, либо строить социальную сплоченность на этих территориях в случае реинтеграции, деоккупации и реинтеграции этих территорий. Когда мы говорим о социальной сплоченности относительно оккупированных территорий, мы должны четко для себя делить вертикальную сплоченность и горизонтальную. Горизонтальную, как доверие, способность кооперации к взаимодействию на гражданском уровне, на низовом уровне между людьми, между группами людей, между общинами. И вертикальную, между институциями, то есть вертикальными иерархическими системами, доверие к органам власти, к органам самоуправления. Так вот, о вертикальной, понятное дело, но теперь в территориях не идет речь, поскольку там нет демократического устройства, там нет самоуправляемости, есть просто четкая диктатурная система. И это присуще любым оккупационным администрациям, точно так же, как криминальным структурам и другим. Строится все не на легитимности, а на административно-политическом контроле сверху силовом блоке. Поэтому вертикальная сплоченность на сейчас, до момента деоккупации, по этим территориям о ней нет смысла говорить вообще. После деоккупации о ней имеет смысл говорить в каком разрезе. Те институции, которые будут заниматься, органы власти, органы самоуправления, которые надо будет там возобновлять, различные государственные и местные органы, которые будут заниматься социальной политикой, пенсионной, судебной, правопорядком и другими вещами, они должны иметь достаточный уровень доверия и они должны иметь уровень уважения. Понятное дело, что они стартуют не с нулевых позиций, а с минусовых позиций, поскольку все это будет происходить на фоне многолетнего создания институтов и инструментов, инфраструктуры конфликта на этих территориях. Российская Федерация, понятная идея, даже уйдя оттуда, все равно оставляет инфидерацию своих, все равно и последствия ее присутствия сейчас, и разжигания ненависти, перестраивания этих территорий по российским калькам, она все равно будет оставаться. Горизонтальная сплоченность. Здесь, конечно же, она существует, и в некоторой степени ситуации кризиса и выживания как раз проявляют ее, и мы видим, как между людьми некоторыми дистанция сокращается, они показывают способность к самоорганизации и даже в оккупации. Вопрос социального характера, поддержать соседей друг друга, квартиры проследить, бабушке отнести какую-то еду, которая не может спуститься сама, во время обстрелов помочь спуститься в бомбоубежище, предоставить лекарства, пойти в социальные службы, гуманитарные организации, сказать, что тут есть потребность застеклить и прочее. То есть комплекс вопросов, которые связаны с выживанием, и которые общество пытается решить само, поскольку надеется ни на кого, вот тут и проявляется этот уровень сплоченности. Плюс негативной сплоченности. Мы видим, когда создаются криминальные группы, другие группировки и прочее, это также есть продуктом сплоченности, просто со знаком минус. Ну и третье, конечно же, это когда появляются местные лидеры, когда появляются местные активисты, и вокруг них тоже происходит сплоченность. Когда мы говорим о первых территориях, мы не можем говорить о гражданском обществе. Гражданское общество, возможно, только в демократическом обществе, даже в тоталитарном гражданское общество условно присутствует. В случае войны, военной ситуации и оккупации, конечно же, о гражданском обществе нет никакой речи. Там нет просто пространства для того, чтобы быть гражданином. Кто-то может быть сугубо подданным в той системе, которая выставилась, и выживать. Эффективно выживать, неэффективно выживать, коллаборировать, не коллаборировать. Но о сплоченности мы о ней можем говорить, поскольку общество все равно выживает, все равно общается, все равно выстраивает у себя контакты и пытается дать ответы на те вызовы, которые стоят. Но при этом же происходит и социальное дистанцирование. Общество разбивается на группки, которые враждуют между собой, конкурируют за ресурс. Кто-то коллаборировал, кто-то не коллаборировал, кто-то чувствует в другом угрозу для себя. Люди перестают говорить о том, что думают дальше, чем на своих кухнях. Если мы говорим о теоретической будущей деоккупации и реинтеграции этих территорий, скорее всего, по разным направлениям социальной сплоченности там будет разница на неподконтрольной территории и на тех территориях, которые в течение всего этого времени находились под контролем Украины. Какое значение будет играть вот эта вот разница, вот этот дисбаланс, диспропорция? И как это можно наладить, исправить или, может быть, в некоторых других случаях, наоборот, использовать? Определенный опыт с подконтрольных территорий, его обязательно необходимо будет переносить на оккупированную территорию. Мы также проходили 2014, 2015, 2016 год обострения военной ситуации. Знаем приблизительно, как люди реагируют. И здесь государству Украина необходимо рефлексировать этот опыт, переводить его в практики и политики. Плюс опыт возрождения доверия в определенных громадах. Не только строя дороги и жесткий проект, но и социальный проект. Поддерживая предпринимательство. Какие предпринимательства заходят, какие нет, какие общественно поддерживают, какие нет. Какие социальные проекты, прежде всего, отыгрывают роль? Экологические, возможно, социального характера. Может быть, по средней демократии, ну, понятное дело, куда есть перекос на этих территориях, которые старые, индустриальные, в которых экономическая повестка всегда отыгрывала свою значимую роль и электоральная, и социокультурная. Соответственно, этот опыт, он тоже будет важен на этой территории. Участвуете ли вы в общественной жизни своего города? Или, может, вы есть в домовом чате, общаетесь там, обсуждаете какие-то вопросы с соседями, или проводите какие-то встречи? Пишите петиции в поддержку городских проектов. Это тоже элементы сопричастности, о которой мы сегодня говорили. Пишите в комментариях, как бы вы изменили свою громаду. А если вы уже активно участвуете в жизни общества, напишите, получается ли у вас это. Делитесь рецептами успеха.